Вы знаете, это позор для власти, которая допустила, что Навальный, который должен, в общем-то, сидеть в тюрьме, потому что он жулик простой, и более того, это американский приспешник, который работает на деньги Америки, и все, что он делает, это зарплата, которую он получает в посольстве. Поэтому мы это все знаем, но как-то умалчиваем. На самом деле, нужно было противостоять и не допустить его вообще к выборам. То, что этот человек не должен управлять Москвой и тем более руководить какими-то серьезными государственными институтами, это бесспорно. Поэтому я считаю, что это плохая ситуация, сложившаяся с этим Навальным, которому дали очки и дали возможность подняться до такого уровня. Нужно было разъяснить всем, когда была ситуация с Ельцином, и он шел на второй срок, что, в общем, было не очень хорошо для России, тем не менее, были задействованы такие силы, опять американские, спецслужбы разрабатывали технологию, что Россия это страна, в которой может быть также фашизм, может быть, сталинизм и так далее, показывали такие ужасающие фильмы. Вот нужно было показать всю правду об этом человеке, и тогда все бы понимали, за кого они и на чьей стороне. Но я считаю, что выборы были достаточно хорошими, и то, что они были прозрачными, и я голосовал сам за Собянина, и не отрицаю это, и за Воробьева Подмосковья, я ездил туда поддерживать его на телевидении. Я считаю, это достойные люди, пришедшие законно к власти и руководству городов и Подмосковья. Это для меня хороший плюс, я считаю, для страны нашей и для Москвы.